...эфира. У нас были технические моменты. Надеюсь, вы нас поймёте. Андрей, подключайтесь, пожалуйста. Я могу пока только со звуком. Видео не подключу, коллеги. Извините. Здравствуйте, Андрей, ещё раз. Слышно вас, видно вас хорошо. Всем приветствую. У нас получилось. Да, у нас получилось почти. Но я сегодня без видео, но я думаю, все, кто подключился сегодня к нашему вебинару, уже меня знают и видели. У меня скоро, наверное, будет юбилейный выпуск на Profit Travel. Я посчитала, будет 20-й за последний год. Поэтому, я думаю, никому не нужно напоминать, как я выгляжу. Извините. Вот. Коллеги, сегодня у нас с вами вебинар с отелем Emirates Maldives Resort & Spa. Его представитель Андрей Воротынцев. Андрей, пожалуйста, представьтесь, расскажите немножко о себе, давно ли вы с этим отелем работаете, чтобы вас лучше узнали наши слушатели. Да, спасибо, Анна, за предоставленную возможность. Всех приветствую, коллеги и друзья. Меня зовут Андрей Воротынцев. Я являюсь представителем Emirates Maldives Resort & Spa с конца октября прошлого года. Поэтому, я думаю, многие меня знают. Уже 15 лет в туризме, поэтому не в первый раз, как говорится. Вот. И буду рад рассказать вам про нюансы, про новинки, что у нас происходит в резорте. Такой апдейт сделаю вам по нашим всем предложениям. Окуну вас в красоту, мальдивские прекрасы. Вот. Поэтому с нетерпением жду этого момента. Отлично, спасибо. Тогда мы начинаем, коллеги. Я начну от лица Blizz Maldives. Еще раз представлюсь. Меня зовут Анна Керн. Я являюсь менеджером по развитию компании Blizz Maldives. Кто еще не знает, Blizz Maldives – это принимающая компания на Мальдивах с главным офисом в Хулу-Мале. Таким образом, мы на рынке уже существуем несколько лет. Мы молодые, но бойкие. Нам три с лишним года. Поэтому давайте... Я не буду сегодня останавливаться на этом направлении, о котором мы с вами уже говорили на протяжении предыдущих вебинаров очень долго. Те, кто не был, не посещал, вы будьте добры, напишите мне, либо напишите плюсики мне сейчас в чате, и я вам уже смогу лично направить все наши вебинары, которые прошли на Profit Rail, где Blizz Maldives с партнерами, с отелями говорил о данном направлении, о каких-то особенностях, о правилах и во всем, что нужно знать агенту, чтобы правильно продавать данное направление. Потому что мы понимаем, что у каждого нашего партнера, агента, существует множество направлений. Разобраться во всех тонкостях сразу – это практически невозможно. Поэтому мы ваша поддержка в любом случае всегда. Дайте знать. Плюсики. Отлично. Вижу. Я вам все эти вебинары сброшу, каждому на электронную почту в течение нескольких дней, но точно до конца этой недели, чтобы у вас это все сохранилось, как говорится, в одном окне. Почту мне не нужно. Я потом по именам посмотрю. Вы же все зарегистрированы на Profit Travel с указанием собственной почты. Поэтому все, кто поставил плюсики напротив каждого из вас, будет указана у меня почта в чате. Не переживайте. Я вас всех найду и вам все отправлю. А сегодня давайте мы поговорим о том, о том, что мы иногда забываем упомянуть нашим туристам, нашим партнерам, нашим гостям. В первую очередь это о депозитах. Но прежде чем мы поговорим о депозитах, давайте я все-таки покажу и расскажу немножко о наших владельцах, о тех, кто основал нашу компанию. И расскажу нашу особенность и наш принцип работы. Итак, наши владельцы и основатели – это семейная пара Джулия Иванкович и Ахмед Мустафа. Данная компания является семейной. И наши принципы работы также направлены на то, что мы работаем с нашими партнерами, с нашими клиентами и гостями, как с членами нашей семьи. То есть общаемся с ними именно так. Первое – это доверие, уважение и лояльность во всем. С каждым мы находим диалог, и с каждым мы ведем переговоры до положительного результата. Мы делаем максимально возможное все, чтобы все ваши потребности и потребности ваших клиентов и наших гостей в будущем были удовлетворены. Это очень важно понимать. Мы всегда открыты к диалогу. Если вдруг у вас возникают какие-то сложные вопросы, либо вы сомневаетесь, а стоит ли задавать этот вопрос, не сомневайтесь. Задавайте всегда любой вопрос, каким бы он несуразным вам не казался. Потому что все вопросы имеют место быть. Тем более с Мальдивами. Помним, да, Мальдивы – это у нас большое островное государство, состоящее из более тысячи островов, где 200 из них являются обитаемыми, где у нас находятся острова-резорты и острова с проживанием с местными жителями. Обратите внимание, у нас 166 резортов сейчас на Мальдивах, и каждый резорт – это как отдельное государство. У каждого резорта есть свои правила, свои моменты, нюансы, свои условия работы, свои условия по пляжу, по дайвингу, по рифу, по размещению, по политике применения гостей с детьми, с применением аннуляции или оплат. Поэтому их достаточно сложно вам знать все, поэтому вы всегда можете нам задать вопрос по каждому из этого резорта. Также на Мальдивах есть гестхаусы, которые у нас располагаются на локальных островах. На локальных островах, что я подразумеваю, это на островах, где у нас живут местные жители. А это значит, в гестхаусах не предлагают алкоголь, потому что в стране сухой закон. Я думаю, многие из вас помнят об этом. И также на островах, где у нас расположены гестхаусы, на локальных островах, есть особенности по нахождению на пляже в пляжных костюмах, то есть в купальниках, в бикини. Если на этом острове нету бикини-бич, то вы не имеете права ходить на пляж и погружаться в океан в купальниках, в общепринятых в европейских странах или в нашей стране, или в других странах. Вам придется надевать шортики, футболочки и в них плавать. Это очень важно. Здесь необходимо уважать традиции обычаи данной страны. Страна очень требовательна к исполнению законов шариата. Я надеюсь, все это понимают. Вот. Также на Мальдивах у нас огромнейшее количество дайвинг-сафари-лодок. Их больше 500. Если у нас гейс-хаусов больше 400, и это с 2009 года, когда разрешили строить на местных островах данный вид размещения, то сафари и круизов у нас более 500. Обратите внимание, что с 15 октября можно будет комбинировать уже острова-резорты с другими размещениями, с локальными островами и с сафари. Это очень важно. Можно комбинировать не только два отеля, а несколько. Обратите внимание, комбинировать возможно только при том условии, если вы соблюли следующее. За 28 дней до того, как вы решили скомбинировать тот или иной отель из того или иного отеля, в этих двух отелях не должно быть случаев заражения COVID. Если в этих отелях есть эти случаи, то невозможно сделать комбинацию. Вам придется либо искать другой отель, либо вам нужно будет оставаться в том отеле, где вы есть. Надеюсь, всем это понятно. Давайте я смотрю, вопросы у нас возникли. Я сразу на них отвечу. Срок окончания действия паспорта 6 месяцев. Ничего не изменилось. Есть лодки с барами. Их называют у нас алко-лодки. Такая тема есть. Она существует. Для туристов находят различные варианты отдыха с употреблением алкогольной продукции. Но вы имейте в виду, вы можете употреблять алкоголь только на этой лодке в океане. Когда вы спуститесь на берег, у вас в руках не должен быть алкоголь. Да, вы можете быть в алкогольном опьянении, но с собой вы не можете взять бутылочку пива либо чего-то покрепче. Так. Прекомбинирование. Да, обязательно нужно отправлять запрос в Министерство туризма и Министерство здравоохранения, чтобы они нам подтвердили и одобрили комбинацию этих двух островов. Потому что к ним сливается вся информация о всех случаях заражения. Она также есть в Твиттере. Если вы подписаны на Министерство здравоохранения Мальдив в Твиттере, то вы можете видеть каждый день, они сбрасывают информацию, сколько человек заболело вообще в стране, сколько заболело в резорте, в гесхаусах. И если многие подписаны или кто-то еще уже подписан, то вы можете видеть, что сейчас идет на спад все заражения. У нас с каждым днем все меньше и меньше на Мальдивах заражают иностранцев, туристов и местных жителей. Поэтому мы молодцы. За какой срок отправлять? Отправляют за два дня до комбинации. Но мы заранее всегда проверяем и мониторим. У нас, например, есть сплит-стей. Мы это называем сплит-стей. Скомбинировать два и несколько отелей. И мы уже на момент бронирования запрашиваем у отелей ту или иную ситуацию с заражением. Есть ли у них или нет. Мы предупреждаем всегда агентов о том, что такая ситуация может быть и есть риск. Это риск на сегодняшний день большой. За 28 дней не должно быть ни одного случая в том или ином отеле, из которого вы едете и в который вы едете. Но разрешение вы получаете за два дня до выезда из отеля и въезда в другой отель. Понимаете, надеюсь. Все. Здесь нет вопросов. Если еще есть, можете мне набрать. Мой телефон будет в самом конце. Так. Еще какие у нас вопросы? Вопросы, вопросы. Есть ли сейчас случаи ковида на островах? Да. Есть. Но их минимальное количество. Сейчас в последний раз было 9 случаев. В основном на островах, резортах 4 звезды. Вот. 4 с плюсом. Но мы всегда знаем, на каком острове у нас есть заражение. Также Министерство здравоохранения в своем Твиттере об этом свободно информирует всех. Так. Надеюсь, здесь все. Поехали дальше. Дальше вернемся к тому, что у нас важно знать и о чем нужно проговаривать с клиентами. Это о депозитах. Я сегодня просто хочу заострить на этом внимание. Почему мы забываем говорить о депозитах? Наверное, потому что мы немножко отвыкли от этого. Но практически во всех отелях на Мальдивах есть депозитная система. Не везде, но практически во всех. И у каждого отеля она своя. Где-то она может составлять 100-150 долларов на человека. Где-то она может составлять 300 долларов за номер сутки. Отель может попросить у вас либо кеш, либо заблокировать сумму на карте. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, ваших гостей, что у них должна быть с собой сумма с учетом того, чтобы покрыть этот депозит. Запрашивайте у ваших партнеров сумму депозита в отеле, в котором вы бронируете, уведомляйте об этом вашего клиента, чтобы не было у него неприятностей. Да, мы понимаем, Мальдивы – это направление небюджетное, и люди сюда едут с деньгами. Но в любом случае есть та категория клиентов, которые четко любят рассчитывать свои средства и свой бюджет. И они должны четко понимать, сколько и что они потратят. Поэтому если мы даем полную консультацию по данному направлению, по продукту, по туру, не забываем писать в памятке для клиентов сумму депозита, которую отель будет взымать, блокировать. И обращаем на это внимание клиент, да, понимаем. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы еще по новым правилам? Недавно мы делали рассылку Близмадив, ну, я думаю, все делали рассылки, все партнеры, все, кто занимается этим направлением. Остались ли у вас какие-то незакрытые вопросы по новым правилам въезда, по декларации здоровья, по тестам ковидом? Если что, пишите, я вам отвечу. А сейчас разрешите мне продолжить, и я перейду уже к отелям, которые в этом году после того, то есть, как у нас начал летать аэрофлот, дали хорошее спецпредложение, связанное с поздним выездом. Но не все. Давайте я сейчас открою слайд и покажу отели, которые дали у нас поздний выезд, как спецпредложение. И здесь у нас с вами также есть Emerald Resort & Spa, ваш покорный слуга Андрей, который будет немножко позже говорить об этом, о всех спецпредложениях и нюансах, и о всех бонусах, которые есть в этом отеле. Но сегодня я хочу поговорить в целом о чекауте, лейт-чекауте. У каждого отеля свои правила по лейт-чекауту. Есть отели, которые дали спецпредложения, они у вас сейчас перед глазами, и то это не все. Это вот самые последние, которые за последнюю неделю нам прислали эти спецпредложения, и я просто их вам показываю, чтобы вы имели в виду, что это сейчас массово. Не бойтесь запрашивать у вашего партнера, если у данного отеля поздний выезд, как в виде спецпредложения. Если нет, то обратите внимание, когда вы бронируете лейт-чекаут, он всегда, если он не предоплачен вами, он всегда по наличию на месте. И иногда номеров может и не быть. Особенно это касается отелей класса лакшери. Отели такие как One and Only, Waldorf, Sannevo Fushim, отели с маленьким номерным фондом, Veloche, Valle, Milaid, Nautilos, камерные отели, отели-бутики. Поэтому мы рекомендуем, если вы хотите иметь гарантированный чекаут, бронировать его изначально в Москве, то есть из дома до того, как туристы заехали. И смотрите, как он рассчитывается. У некоторых отелей он рассчитывается 50% до 18.00 и 100%, если вы задерживаетесь в отеле после 18.00. У кого-то сразу лейт-чекаут 100% стоимости ночи. Независимо до 6 или после 6.00, у кого-то 50% лейт-чекаут. Поэтому здесь нет какой-то фиксированной цифры. Я вам говорила до этого, на Мальдивах один отель, один остров, это как отдельное государство, свои правила, своя политика. Но обратите внимание, как он рассчитывается. Например, если ваш отель вам сообщил о том, что лейт-чекаут будет стоить 50% от стоимости ночи. Это от стоимости ночи контракты без учёта в спецпредложении. У вас не получится, например, в отеле, это сейчас у нас, ну, не я мы возьмём, например, в отеле Нима, есть спецпредложение, там 40-50% скидка. У вас лейт-чекаут 50% скидка. Вы не сможете от той суммы, которая у вас получилась за вычетом 50%, ещё вычесть 50%. У вас просто будет стандартная контрактная цена без спецпредложения 50%. Всё. Спецпредложение на лейт-чекаут не применяется. Имейте в виду. Это не всегда выгодно, совсем не всегда удобно. Поэтому считать нужно очень внимательно, когда вы считаете лейт-чекаут. Нельзя такое сказать, когда вам выслал партнёр стоимость на ночь и написал о том, что 50% лейт-чекаут, 50% от стоимости ночи, не спешите делить ту сумму, которую он вам посчитал спецпредложениями, на два. Обязательно получите окончательную цифру от вашего партнёра, чтобы потом не быть в неприятном положении, просить клиента доплатить, либо платить это из собственных карманов. Просто у нас были такие случаи. Обращаю на это внимание. Также обращаю внимание о том, что лейт-чекаут невозможно осуществить, если у вашего отеля Seaplane, гидросамолёт, трансфер на обратном пути. Потому что мы все помним, что самолёты у нас летают только в светлое время суток, гидросамолёты. Это до 16.00. Но многие отели, которые не имеют иной опции по трансферу на возврате, то есть у них, например, нету двойного типа трансфера, как Domestic плюс SpeedBot, либо SpeedBot, который у нас круглосуточно курсирует, он предлагает, если у него есть спецпредложение по лейт-чекауту, он предлагает воспользоваться их лаунджем вплоть до вылета. Я надеюсь, многим это будет тоже приятно. Многим это будет, наверное, дискомфортно, но в любом случае исходим из того, что мы можем технически выполнить. Также обратите внимание, что если у вас лейт-чекаут, и клиенту принципиально не находиться в аэропорту всё это время, сейчас аэрофлот у нас 23.30 поставил рейсы, конечно, неудобно. И многие хотят на обратном пути быть до конца в отеле, и многие берут на обратном пути отели возле аэропорта, где можно добираться на лодке. Да, такое возможно, это та же самая комбинация, но тоже правильно предлагайте, потому что рядом отели, которые находятся с аэропортом на лодке, они разного уровня, обращайте внимание на то, как они считаются, поэтому здесь с лейт-чекаутом нужно быть очень аккуратными и очень внимательными. И всё равно, смотрите, многие отели делают как? До шести у них лейт-чекаут, в восемь часов приезжает лодка, забирает гостей. Два часа гости находятся вне номера у многих отелей, не у всех, поэтому надо уточнять. Но это практика такая, имейте в виду. Просто я обращаю ваше внимание, как людей, которые взаимодействуют с клиентами напрямую, на что нужно обратить внимание, в чём будет подвох на сегодняшний день в этом вопросе. Вот, два часа обычно им предлагают находиться на территории, им разрешают пользоваться территорией, вещи оставляют в багажной комнате за ресепшеном, поэтому здесь есть такие нюансы. Я хочу просто, чтобы вы уложили в своей голове, что у каждого отеля свои правила, и нет такого на Мальдивах, как в других направлениях, о том, что везде всё одинаково. Нет, каждый здесь танцует, как хочет. Извините. Вот, давайте тогда перейду к вопросам. Так. Смотрите, по поводу Emirates, которые в 6 вечера улетают. Если отель разрешает воспользоваться этим СПО, то, конечно, да, надо запросить. Например, у меня вчера был запрос, где у отеля late checkout под аэрофлот рейс, да, в 23.30, который. У меня Turkish Airlines, Turkish Airways, в 23.55. И я запросила, распространяется ли это спецприложение или нет. Да, распространяется. Я думаю, сейчас отели очень флексибл. Они всегда идут навстречу. Вообще, мальдивские отели показали себя во время ковида очень флексибл. Они все, всем вернули деньги, всем партнёрам, все отели. Они всё перенесли. Они ни с кого ничего не взымали. Было очень по-человечески. Поэтому мальдивские отели, поверьте, если у этого отеля есть данное спецпредложение по late checkout, то я думаю, что они должны пойти навстречу под Emirates. Если у них, например, только под SU, под Аэрофлот, напишите, и мы запросим. Дальше вопрос. С трансферами на гидросамолётах. Время ожидания увеличилось. Да, да. Смотрите по поводу гидросамолётов. Да, вот хорошо, что вы задали этот вопрос. И опять мы возвращаемся к декларации здоровья. Агенты, уважаемые, пожалуйста, контролируйте то, чтобы все декларации были прикреплены в... То есть все тесты на ковид были прикреплены в декларацию. Обязательно. Мы сами увеличиваем себе это время. И да, гидросамолёты, ожидание у них увеличивается. Но они должны собрать всех. Понимаете, да? Если один человек подкрепил, опять не подкрепила, и таможня должна их всех проверить, то один человек, который подкрепил, всё вовремя сделал, он ждёт, к сожалению. Да. Выходят иногда неприятные ситуации, конфликты. Мы просим всегда быть очень внимательными и до конца доводить клиента и контролировать либо его, либо самим заполнять. Там всего несколько вопросов декларации здоровья. Там нужно будет подкрепить тест, прикрепить фотографию, загрузить, отправить QR-код на почту, сохранить этот QR-код, распечатать декларацию здоровья, распечатать оригинал теста отрицательного на COVID и вложить это всё в пакет документов, отправить клиенту. А по поводу того, что гидросамолёты летают с остановками, гидросамолёты до этого летали с остановками. Здесь нет стопроцентной гарантии, что гидросамолёт не сядет по пути в другой отель, не высадит этих клиентов, которые в этом отеле, и не полетит дальше, чтобы довести наших клиентов до их отеля. Такое бывает максимально, это три остановки. Это бывает очень редко. Какая у нас сейчас ситуация? Мы за сутки звоним в отель и узнаём, во-первых, время гидросамолёта, во сколько он будет. Далее мы уведомляем нашего агента, во сколько этот гидросамолёт, и узнаём, будет ли остановка или нет. Если будет остановка, мы говорим, но бывают такие случаи, что сами отели не знают, что у них будет остановка. На следующий день, когда уже садятся у нас клиенты, и наш представитель, и нас, когда провожают, всех встретившихся гостей, к трансферам, он только тогда узнаёт. И это бывает иногда сюрпризом. Здесь иногда сейчас сложно предугадать, ситуация нестабильная. Многие сейчас не вошли в тот режим, в котором они были в пост, до ковидные времена, то есть внутренние перелёты, гидросамолёты. Поймите, пожалуйста, очень много людей во время того, когда был у нас карантин, они либо вернулись в свои страны, особенно пилоты. У нас уже очень много пилотов, астралийцев, иностранцев, которые прилетают. И они сейчас потихоньку всё возвращаются. У нас три авиакомпании, которые занимаются авиаперевозкой. Это Мантаэйр, Трансмальдивин и Мальдивин. Вот эти три авиакомпании занимаются гидросамолётами. В Flyme здесь только доместики и международные рейсы. И у Мальдивин тоже доместики есть. И у Мантаэйр есть доместики. Вот. Что делать с этим? Проверять, загружать, чтобы у всех всё было загружено, дисциплинировать. И, конечно же, поверьте, отели максимально хотят смягчить весь негатив. Если у них есть возможность отправить, не ожидая тех пятерых туристов, и вернуться потом за этими туристами, они отправят. Но если нет, тогда придётся ждать. Да, в этом есть у нас проблемы, к сожалению, Елена. Но это вот говорит о дисциплине туристов и контроле агентов для этих туристов в вопросе того, как они сейчас следуют новым правилам въезда в страну. Это всё в ваших руках. У меня на сегодняшний момент всё. Я надеюсь, если у кого-то возникнут вопросы или ещё есть вопросы, задайте мне их сейчас. Если сейчас у вас их нет, но потом вы вспомните о них, вы можете мне написать на e-mail, можете написать мне в WhatsApp, Telegram, либо Viber. Мой телефон у вас сейчас находится перед глазами. Если у вас есть запросы, вы можете отправлять на общий ящик на sales. Вам обязательно ответят. Обратите внимание, пожалуйста, что сейчас у нас немножко увеличилось время ответов на запросы, потому что Мальдивы сейчас топовое направление. Можно сказать, у нас особо ничего не летает. Да, коллеги, у нас летает с вами Занзибар, Мальдивы, Эмираты, Турция. Из того, что тепло, солнечно, пляжно, всё остальное, это множество ограничений, это множество пересадок полётов. Поэтому самое простое у нас сейчас осталось четыре направления, не считая России. Поэтому у нас большие сейчас трудозатраты на то, чтобы рассчитать те, кто кольцезапросы, которые к нам приходят на почту. Поэтому я изначально и сразу приношу свои извинения. Если кто-то ждёт долго наш ответ на расчёт, а чтобы не ждать, я рекомендую вам считать и рассчитывать всё у нас на нашем сайте. Я ранее вам говорила о том, что мы сделали онлайн год назад и выгрузили все цены, а сейчас мы ещё выгрузили и описание спецпредложений, и отдельно стоимость трансферов, бескликание третьего шага, чтобы узнать, сколько он стоит на взрослого, на ребёнка, ванвэй и раундтрип. И вы можете за три минуты посчитать на нашем сайте, сколько будет стоить тот или иной тур, запрос, и посмотреть, какие спецпредложения посчитаны и включены, какие спецпредложения не включены. У нас не посчитаны сейчас пять процентов спецпредложений. И это все спецпредложения связаны с трансферами. Если у нас, например, в описании на нашем сайте вы видите, что в неучтённых спецпредложениях стоит бесплатный трансфер на ребёнка в номере, выше вы видите же сразу стоимость трансфера на ребёнка. Вы просто из этой цены вычитаете, вы просто не добавляете стоимость трансфера на ребёнка, вы просто добавляете к той цене, которая у вас на втором шаге, стоимость трансфера на взрослого. Поэтому у нас на сайте в онлайне посчитаны проживания на первой странице уже с грин-таксом. Грин-такс 6 долларов за человека в сутки. Если вы хотите видеть, сколько отдельно стоит наземка, просто 6 долларов умножайте на 2 человека на 10 ночей, например, у нас с вами 120 долларов получается. И у вас 2120 долларов стоит на первой странице проживания, просто вы читаете 120, вы понимаете, что у вас 2000 долларов стоит наземка, плюс 120 грин-такс обязательный, и плюс трансфер, например, если он бесплатный для там одного или двух. Ну, вот логическая математика. Если у кого-то есть сложности с нашим онлайном, позвоните мне в любой момент. Я нахожусь в Москве сейчас, да, я 2 месяца, почти 2 месяца назад как вернулась, нахожусь в Москве, я всегда позвоню, зайду там с вами со скайпа, проведу вас, объясню, лучше покажу, как это делается, какие есть моменты, нюансы, вышлю вам еще раз инструкцию, и вы будете счастливы, я думаю. Онлайн по вашей системе я сделаю. да, 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 давайте без проблем, давайте сделаю в зуме, наверное, посмотрим, либо в следующем вебинаре на профи тревел, у нас пока нет еще согласованного вебинара на следующий график на этот год, поэтому если можете, Елен, напишите мне или созвонитесь со мной, я для вашей компании проведу персональный просто семинар по нашему онлайну, а потом, конечно же, я постараюсь провести этот семинар для большей аудитории. По оплате на сайте Сергей, пока картой мы не можем принимать оплату, мы начали эту процедуру в июне месяце, чтобы в будущем у нас эта возможность была, мы стараемся это сделать как можно быстрее, но здесь немножко не одна система зависит, зависит от банка, ну и плюс, конечно же, бюджет, вот, как у нас будет оптимальная возможность это сделать, мы сделаем, но это уже в процессе, да, мы хотим внедрить на нашем сайте оплату картами, чтобы это было меньше проблем у вас, пока у нас есть только возможность оплачивать по счету, по безналу, по валютному счету в долларах, либо по ссылке карты в отель, если отель это предполагает, но не каждый отель это предполагает, и поэтому у нас есть пока таких два варианта оплаты, поэтому ими надо пользоваться. Экваринг, Елен, смотрите, у нас, если вы платите карты по ссылке от отеля, она где-то от одного до трех процентов они забирают. Сколько у нас будет эквариин, когда мы подключим, я пока не скажу, но мы ищем самый минимальный вариант, но в среднем отели берут, если они дают разрешение оплатить карты, полтора-три процента по рынку, но это тоже есть не у всех, поэтому здесь нужно будет перезапрашивать, можно ли в этот отель оплатить или нет. да, вы отель платите нет, и все, как бы без проблем, если вы хотите в отеле платить бруто, а потом вернуть разницу, да, мы можем это сделать, просто вы на комиссии деньги потеряете, поэтому смысла нет, вы просто платите нет, а мы уже с отелем там сами разбираемся, без проблем, у нас все так делают, вот, коллеги, надеюсь, вопросы еще у вас будут, и вы мне их зададите, мое время истекло, я должна передать слово Андрею, который вас будет погружать сейчас в неимоверные красоты, и я могу подтвердить, что Эмиральт восхитительный отель с прекрасными номерными фондами, с прекрасным сервисом, но об этом вам лучше скажет сейчас Андрей, Андрей, будьте добры, подключитесь, пожалуйста, к нам. слышно, 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 Супер, Андрей, передаю вам слово. Спасибо, Анна, спасибо большое, очень информативно, спасибо, еще раз, подоставлю возможность. Да, остаюсь на связи, коллеги, я здесь, если что, пишите вопросы. Да, спасибо большое, еще раз, добрый день, коллеги, меня зовут Андрей Вратынцев, то есть я являюсь представителем Эмиральт Мальдивс Resort and Spa, я сейчас вам расскажу про отель, расскажу новинки, то есть задавайте вопросы, если будут какие-то в процессе, либо потом можете их задать, то есть кому как удобно. Эмиральт Мальдивс Resort and Spa, это новый пятизвездный Deluxe All-Inclusive Resort, почетный участник лидинговых отелей мира. Курорт был построен в 2019 году в идеальной гармонии с окружающей средой. Мы используем такие материалы, как бамбук, натуральные камни и листья ланги-ланги. Отели уделяют особое внимание энергосбережению и сохранению окружающей среды, то есть мы по максимуму используем солнечные батареи, используем рецаклинг воду, а также весь компост от переработанной еды мы используем как удобрение. Курорт сам в себя включает экзотические нотки плюс современный дизайн. концерт был разработан известным итальянским бюро Marco Ferrari Branding, то есть если вы посмотрите на нашем веб-сайте, вы можете больше информации найти. То есть отель принадлежит итальянской семье, раньше у этой семьи были лоджи в Занзибаре, несколько лет назад они все продали и вот открыли как раз в августе 2019 года замечательный Emerald Maldives и также мы ожидаем то, что в 2021 но может быть сейчас в силу пандемии немножко сместится время, поэтому может в 2022 году мы откроем Emerald Занзибар. Будет такой же концепт, на Deluxe все включено и скорее всего мы также будем входить в лидинговые отели мира. Так, что у нас дальше, да, то есть как добраться до нас, да, то есть мы находимся в Ратоле, то есть добраться до нас можно 40 минут на гидросамолете и либо есть второй способ как добраться до нас, это доместик 30 минут плюс спидбот. Конечно же всем мы рекомендуем добираться на гидросамолете, потому что гости могут использовать наш VIP-лаунч, на данный момент мы используем TMA VIP-лаунч, наш лаунч строится в новом зеркальном здании, вот, и я думаю тоже, может быть к концу этого года, в начале следующего года у нас будет свой собственный лаунч в таком же стиле, как и Ральд Мальдивс. Да, по поводу как раз-таки вот поздних вылетов, мы одни из первых сделали такую акцию, то, что мы предлагаем своим гостям, кто улетает после 8 часов вечера, бесплатный лейт-чек-аут, бесплатный выезд, и также гости могут использовать наш VIP-лаунч. Это касается всех гостей, которые используют вид транспорта как гидросамолет, и у них вылеты после 8 часов вечера. Мы открылись в августе 2019 года, и так по случаю получилось, то, что после 5 месяцев закрытия мы открылись в 1 августа 2020 года. То есть символичная у нас такая дата уже повторяется буквально через один год. На этой фотографии можно увидеть как раз-таки весь остров с высоты птичьего полета, а с левой стороны у нас находится 60 водных вилл и 60 вилл непосредственно на пляже. Вокруг вы видите то, что у нас коралловый риф красивый, в котором можно увидеть много красивых рыбок и подводный красивый мир. С водных вилл доступ к коралловому рифу осуществляется чуть левее. Видите, как цвет воды меняется, то есть буквально в нескольких метрах. А с пляжных вилл это тоже осуществляется буквально проплываете через лагуну и вы попадаете в прекрасный красивый подводный мир. Это чуть поближе у нас фотографии. Как раз напротив нас находится бич-клаб. Это такое место дислокации, где могут люди приехать отдохнуть. 400 квадратных метров, самый большой бич-клаб на Мальдивах. Также он выполнен в итальянском стиле. Здесь у нас находится инфинити-бассейн, бич-грилл-ресторан. Очень много мест, где можно просто полежать, загорать, посмотреть на закат. Здесь у нас находится спорт-центр. И вечером у нас здесь происходит интертеймент, живая музыка, певица. И вечером это все превращается в диджея, в дискотеку. То есть если кто-то хочет потанцевать, это тоже возможно. Также у нас есть второе место такой дислокации, помимо всего острова. Это напротив аква-ресторана. Напротив аква-ресторана там находится Sunrise Bar. И там же есть доступ к Коралловому Рифу. Например, люди живут, если на водных виллах, они могут взять велосипед свой личный, который припаркован у виллы. То есть например, если у нас заезжает четверо взрослых, то там четыре больших велосипеда. Если двое взрослых, двое детей, то будет два больших велосипеда и два маленьких для детишек. Это два места таких дислокаций, где могут люди помимо ресторанов, то есть в течение дня приехать загорать. глубина глубина водных вилла довольно-таки глубоко там, то есть около двух метров даже во время приливов и отливов. Поэтому купаться можно, даже нужно. Двигаемся с вами дальше. Это так у нас выглядит со стороны бич-клаба, то есть пляж Кабаны. Длина моста водных вилл, длина джетти, знаете, какая, ну, примерно где-то чуть меньше километра. Но смотрите, у нас существует баги-сервис, то есть тремя способами можно передвигаться. Первый это баги-сервис, второй это велосипеды, личные велосипеды, которые припаркованы у каждой виллы. И третий способ, конечно же, кто любит передвигаться пешком, недавно у нас были гости, они даже бегали, и как бы по 7-8 километров можно сделать круги, если кто-то любитель бега, такие, как я, например. Двигаемся с вами дальше. Это у нас все, бич-клаб, да, то есть вообще остров очень зеленый, 20 гектар, 1,7 километров окружности, белый песчаный пляж. Также на каждой вилле у нас существуют живые стены, то есть где растут растения, то есть по максимуму сохраняется вегетация и красота зелени острова. Как я уже говорил, да, то есть можно продвигаться несколькими способами, очень много мест для отдыха, качели, то есть можно отдохнуть, покататься. Также во время пандемии мы сделали healthy walk, так называемый, да, то есть как раз-таки дорожки, по которым можно гулять и не пересекаться с другими, да, то есть и это позволяет размеры как раз-таки острова 20 гектар. Про детскую активность я, конечно, сейчас все расскажу, и я вам сейчас расскажу про пляжные виллы, да, то есть 60 вилл у нас на пляже, 60 на воде, в принципе виллы, которые на пляже и на воде они идентичны, да, то есть начинаются они пляжные виллы, бич-виллы. Самая простая категория, entry-категория, да, то есть 187 квадратных метров, то есть здесь у нас идет мастер бедрум, да, то есть и есть еще огромная ванна 40 квадратных метров, я вам ее чуть попозже напишу, расскажу, извините. Вот, смотрите, в пляжной вилле у нас входит в концепт Deluxe All Inclusive 2 плюс 1, то есть ребенок до 14 лет. Также еще можно инфанта поселить, либо второго ребенка, на второй ребенок до 14 лет, это будет дополнительная плата, то есть базовое размещение это 2 плюс 1 ребенок до 14 лет. В конце в Deluxe All Inclusive вилле у нас что включено? У нас вот, как вы видите, Nespresso машина включена, когда гости приезжают, у нас здесь уже стоит бутылка шампанского, фруктовая тарелка, также в мини-баре у нас есть белое, красное вино, различные снеки, шоколадки, чипсы, орешки, вот, это тоже все включено и это все меняется каждый день, то есть все это можно каждый день использовать, да, и на следующий день, то есть батлер все это заменит, то есть все это можно использовать. Про детей да, я расскажу чуть попозже, четвертый человек максимум для вилл, да, четыре человека мы можем разместить, есть у нас семейная вилла, я сейчас вам покажу, там можно разместить четыре человека. Следующая категория у нас пляжная вилла с джакузи, здесь по сравнению с пляжной виллой добавляется еще джакузи, тоже фишечка Эмиральда, то, что джакузи у нас находится непосредственно на самом пляже под открытым небом, но в то же приватность, да. Внутри пляжной виллы с джакузи выглядят так же, как и пляжные виллы, да, то есть интерьер такой же, как я уже говорил, везде используются натуральные элементы, дерево, натуральные камни, ланги-ланги, это покрытая крыша, то есть современный стиль с тропическим дизайном. Следующая категория у нас пляжная вилла с бассейном, здесь у нас добавляется инфинити бассейн, да, вот как на этой картинке, то есть у нас получается мастер бедрум, да, то есть потом идет у нас дек с лежаками под крышей, да, и также есть столик, инфинити бассейн 5 метров длиной, пляж, и потом вот видите запара идет у нас такого лазурного берега, идет как раз таки лагуна, где можно купаться, где плавный вход в океан, то есть то, что очень удобно для детишек, и после этого у нас идет, где вода более темно, уже сам коралловый риф, да, то есть все буквально в шаговой доступности и очень близко и удобно расположено на пляжных виллах. Конечно же, фишечка также Эмеральда это, не побоюсь этого слова, большие, огромные ванны, да, то есть ванна 40 квадратных метров, как многие говорят, здесь можно даже жить, вот, здесь у нас два умывальника, огромное большое зеркало, здесь у нас находится ванна внутри, душ, и также у нас есть рейни шаур, да, который находится непосредственно на улице, везде в виллах мы используем Лос-Этен косметику, то есть различные шампуни, кондиционеры и так далее, то есть и немаленькие какие-то такие тюбики, да, как пробники обычного отеля, то есть большие такие бутылочки, да, то есть которые можно использовать с удовольствием. Следующая категория это одна из самых наших популярных, наверное, то есть Эмераль себя позиционирует как семейный резорт, но и также очень удобно для гостей, молодоженов, пары, влюбленные, вот, то есть в принципе для каждого можно найти свой уголок. Смотрите, семейный вилл, их всего 10, мы специально их построили рядом с детским клубом, то есть буквально в шаговой доступности у нас находится Kids Club и также находится Аква-ресторан, это Older Dime ресторан, который открыт на завтрак, обед и ужин. Вот, все было сделано и построено в одной локации, опять-таки до удобства гостей с детьми. Фишка семейной виллы с бассейном, то есть у нас есть вот мастер бедром, как на этой фотографии, да, и вторая спальня у нас отдельная, есть connection door, которая закрывается, да, для приватности, есть у нас вторая спальня для детей, здесь стоят две queen кровати. в этой категории, в семейной категории вилл можно разместить 4 человека и 4 человека в ходе стоимость deluxe all-inclusive. Вот. Также во второй спальне у нас есть своя ванная, да, она не такая большая, которую я вам показывал, 40 квадратных метров, но там есть душ, там есть туалет и своя есть гардеробная, так что полноценно дети могут использовать свою ванну, гардероб и все условия. Следующая категория, их всего две виллы, это Superia Beach Villa, они очень похожи на семейные виллы, только у нас вместо второй спальни здесь располагается гостиная, плюс в Superia пляжных виллах у нас, как вы видите, вот на картинке на улице стоят качели, на которых приятно отдохнуть, почитать книжку, выпить коктейль, то есть очень много места на улице, то есть большой уже бассейн, не 5 метров, а 8 метров, в семейных также большой бассейн 8 метров, вот, и очень много места как раз-таки на улице, то есть здесь у нас в Superia Beach Villa размещение 2 плюс 1, вот, можно разместить до 4 человек здесь, то есть 4 человек будет за доплату, если не это не инфа, и конечно же самая большая вилла, которая у нас находится на пляже, это Royal Beach Villa, она двухэтажная, 900 квадратных метров, только вдумайтесь в эти размеры, она находится на первой линии, но в то же самое время она находится в зелени, да, то есть как вы можете увидеть, а здесь у нас 3 спальни, вот, 2 спальни находятся внизу, гостиная и на втором этаже у нас также спальня и большая ванная, где можно делать как раз таки спа-процедуры, плюс фишечка также Royal Beach Villa, это потрясающая гостиная с бассейном, заходящая внутрь самой гостиной, то есть как я говорю, можно прыгнуть с софы в бассейн, либо наоборот, то есть кто как умеет, вот, на улице также очень много места, и как вы видите, она находится на первой линии, то есть с прямым доступом к океану. Давайте сейчас с вами перейдем к водным виллам, да, то есть водные виллы и концепт такой же, как и пляжных вилл, да, то есть начинаем мы с Waterville, это входная категория, и потом добавляются какие-то элементы, то есть и меняется категория самой виллы, то есть название виллы обычно лежит то, что туда добавляется, например, водная вилла из бассейна, то есть там добавляется бассейн. Как вы видите на картинке водные виллы находятся на расстоянии друг от друга, то есть по максимуму также сохраняется приватность. Водные виллы, конечно же, мы рекомендуем для парочек, для молодоженов, для ханимонов, вот, то есть здесь как раз-таки по максимуму можно насладиться прекрасным инфинити видом, да, бассейном, если это водная вилла с бассейном. Вот, водная вилла входная категория, она похожа на пляжную виллу, да, также от 187 квадратных метров, только у нас здесь ванна, которая находилась в пляжных виллах на Бекьярде, то есть на заднем дворе она у нас перемещается в параллельную комнату. Ну и здесь, конечно же, белый мрамор, потрясающая бирюзовая вода, голубое небо, то есть краски, конечно, непередаваемые, все знают, что Мальдивы славятся своими водными виллами, поэтому они у нас тоже очень классные и интересные. Вот, также плюс фишечка на водных виллах, вы видите, у нас имеется красный матрас такой, а под ним находится сетка, то есть это такое окошечко для наблюдения за подводным миром вокруг водной виллы. Вот, этот матрас красного цвета, он также универсальный, то есть он может использовать как на воде, так и на самом деке, то есть кому как удобно. Потом у нас добавляется джакузи, и эта категория вилл называется водная вилла с джакузи, но джакузи у нас уже здесь не на пляже, как в пляжной вилле, а на самом деке, да, то есть как вы видите, партишн, да, является в такие перегородочки, то есть по максимуму сохраняется приватность для наших гостей. Следующая категория, которая находится у нас на воде, это водная вилла с бассейном, а здесь у нас уже добавляется инфинити бассейн, вот как вы видите, пара стоит в бассейне. и следующая категория, и следующая у нас категория, это суперия ватер вилла, то есть здесь такой же концепт, мастер бедрум, да, одна спальня, и вторая у нас комната, это гостиная, плюс здесь у нас уже меняется, у нас не просто ванна, а джакузи, и также добавляется у нас качель, который находится на террасе под открытым небом. И, конечно же, жемчужина среди водных вилл, это президентская водная вилла, здесь у нас две спальни, то есть одна с левой стороны, одна с правой стороны, две большие ванны, которые вы видели, да, белые, мраморные, и, конечно же, посередине у нас находится бассейн, заходящий непосредственно в саму гостиную, такой же концепт, как и в Роял Бич Виллах. Плюс у Суперия Вилл на воде и у президентской виллы здесь у нас, получается, еще дек находится практически у самой воды. Это специально сделано для того, чтобы было прям буквально через полметра вы могли искупаться, да, если вы принимаете солнечные ванны, также там стоит зонтик, то есть и лестница, соответственно, в океан, то есть тоже очень удобно. Да, и вот это как раз-таки гостиная концепт, здесь у нас находится в президентской вилле бассейн, заходящий внутрь самой гостиной, то есть стол стоит, у нас здесь находится бард, и, конечно же, это президентская вилла у нас направлена на сторону заката, то есть здесь потрясающий у нас закат. Давайте перейдем с вами к части файнданинга, да, то есть к питанию. Как я говорю, Deluxe, онклюзив концепт, это отдых без забот, почему? Потому что, когда гости уже покупают поездку, да, они приезжают в Эмиральд, им, в принципе, ни о чем не стоит беспокоиться, потому что депозит мы не берем, в Deluxe, онклюзив, включены два бара, то есть со всеми алкогольными, с алкогольными напитками, мини-бар, включенный в каждой вилле, абсолютно бесплатно, который меняется, также каждый день наполняется всеми напитками, алкогольными, безалкогольными снэками и так далее, и плюс все четыре ресторана, да, то есть сейчас я расскажу вам про четыре ресторана, вот. Также у нас в конце Deluxe, онклюзив, включены экскурсии, то есть гости не просто кушают, наслаждаются с коктейлем, но также они могут посетить и сделать какую-то активность, то есть если гости приезжают на семь дней, то у нас одна экскурсия включена в Deluxe All Inclusive концепт, экскурсия у нас происходит по расписанию, вот, то есть, например, в понедельник это Dolphin Cruises, во вторник это посещение соседнего Кораллового рифа, третий день это посещение локального острова и так далее, то есть гости сами во время своего проживания могут выбрать одно или две экскурсии или три экскурсии, то есть если они приезжают на 10 дней у них две экскурсии включены и так далее, да, то есть по нарастающим. Да, на мостике могут все поместиться, так скажем, и багги, и велосипеды, вот, пробок у нас не бывает, потому что, опять-таки, остров довольно-таки большой, красивый, зеленый, поэтому у нас много различных дорожек и разные способы передвижения на острове. Вот, давайте перейдем с вами к файн-данингу, к ресторанам. Аква-рестораны – это ресторан All Day Dining, да, то есть он открыт на завтрак, обед и ужин, там у нас находятся разные секции, у каждой секции есть свой повар, то есть гости подходят и говорят, что им приготовить. Также у нас тематика меняется, то есть это не стандартный буфет-ресторан, да, как вы можете найти в других отелях, то есть никакая еда не подогревается, а наоборот, то есть все готовится напротив гостей. Вот, также аква-ресторан, я напомню, находится рядом у нас с детским клубом и с семейными виллами, опять-таки сделан для удобства перемещения семей. Также плюс у нас стоят лежаки напротив аква-ресторана и напротив аква-ресторана у нас есть такая лаунч-зона, где играет лаунч-музыка, где есть санрайз-бар и как раз-таки доступ к коралловому рифу для тех, например, если люди живут на водных виллах, то есть они могут сюда приехать, провести здесь день, выпить коктейль, покушать и вернуться на свою виллу. Да, это вот аква-ресторан у нас, опять-таки, про который я рассказал. Следующий ресторан, который Beach Club Grill, это грилл-ресторан, это а-ля-карт-ресторан, он находится у нас в зоне Beach Club, он открыт на обед и на ужин, здесь у нас конечно же открытая кухня, итальянский шеф-повар Альдо, серединоморская кухня, морепродукты на гриле, мясо, и конечно же у нас специальная печь есть для пиццы, то есть итальянская классная пицца, неаполитанская. Конечно же, в течение дня здесь потрясающий вид на лагуну, да, то есть можно под открытым небом покушать, а вечером после заката, во время заката здесь потрясающий закат, как раз-таки с этой стороны, то есть здесь во время обеда и ужина очень можно приятно провести время. Следующий ресторан, который у нас ходит в концепт Deluxe All Inclusive, это Le Asiatic, это азиатский, паназиатский ресторан, здесь у нас два больших топиньяки стола, да, то есть топиньяки, вы знаете, это шоу с огнем, я в конце презентации вам покажу также быстренько обобщающие видео, в котором как раз-таки все эти нюансы, моменты можно увидеть, и это подытожит мою сегодняшнюю презентацию для вас. Вот, также стоят отдельные столики в азиатском ресторане, он открыт только на ужин, он а-ля карты, мы, конечно же, так как сюда входят топиньяки, всем советуем бронировать заранее, то есть это можно обсудить с вашим батлером, либо guest relation, вот. Также хотел сказать то, что у нас в резорте есть русскоговорящий персонал, да, то есть у нас есть в ресторанах русскоговорящий персонал, есть guest relation на фронт-офисе русскоговорящий персонал, и также в детский клуб мы ожидаем то, что у нас будет русскоговорящий человек также помогать нашим гостям в общении. И, конечно же, изюминка Эмиральда, такого я не видел на Мальдивах, это южноамериканский ресторан Амазоника. Здесь, конечно же, можно покушать чилийскую, бразильскую кухню, Bare Food Concept, это semi-a-la-car, да, то есть у вас получается буфет, вы выбираете какие-то закуски, десерты, а основное блюдо вы, конечно же, выбираете в основном меню. Здесь стоит у нас потрясающе большая грив-машина, также южноамериканская, бразильский стиль, на котором как раз-таки для вас готовится вкуснейшие стыки, мясные блюда и так далее, да. Тоже довольно-таки уникальный, интересный концепт. Также советуем нашим гостям бронировать заранее, потому что очень популярно. Следующий у нас идет Sunset Pool Cafe, также находится у нас в зоне Beach Club, есть потрясающий вот такой бар с песочком на полу, да, бильярд, можно поиграть, и также здесь вечером играет у нас живая музыка, певица, пианист, и превращается это все в дискотеку, то есть можно потанцевать. Да, передвигаться, как я говорил, можно на велосипедах, багги, можно пешком, везде есть качели, остров очень зеленый, красивый, поэтому приятно гулять, даже в течение дня, когда довольно-таки жаркая погода. Beach Club, это вот Infinity бассейн, видите, много места, то есть это очень хорошо, как раз-таки и как бы наши привилегии, да, то есть во время пандемии это очень удобно, то есть гости практически не пересекаются, либо если они пересекаются, между ними есть большая дистанция, социальная дистанция, да, как можно сейчас говорить. У нас, да, есть Dive Center, сертифицированные пади, можно попробовать страйл, то есть бесплатный Dive, если понравится, то можно пройти курс, да, получить сертификат, либо просто попогружаться, это также возможно. Коралловый риф, да, то есть у нас идет по периметру пляжных вилл и также по периметру водных вилл, везде можно купаться, глубина хорошая и красивый коралловый риф. Детский клуб, да, детский клуб у нас находится посреди джунглей, как вы видите, очень много места на улице, это только площадка на улице, то есть бассейн в виде обезьянки, слайдеры есть, есть у нас стена для скалолазивания. Но если в течение дня довольно-таки жарко, то у нас есть и большой space, так скажем, да, внутри, где как раз-таки наши дети могут поспать, здесь каждый день разная программа, гости также могут, точнее, наши дети могут здесь также покушать, да, то есть есть специальное детское меню, можно заказать в сам детский клуб. В детский клуб мы принимаем от 4 до 12 лет абсолютно бесплатно на том же концепте, на котором и приехали родители, то есть это Deluxe Onclusive, он только один, вот, плюс у нас, если нужно няню заказать, то есть у нас есть няня-сервис, да, то есть за дополнительную плату специально обычные люди могут как раз-таки в детском клубе посидеть с детьми, вот, 15 долларов в час. Также в детском клубе у нас есть симуляторы, PlayStation, то есть для больших наших детишек, для тинейджеров, поэтому тоже они могут здесь провести с удовольствием время. СПА, да, у нас здесь есть СПА, также находится посреди джунглей, у нас здесь 10 павильонов, у нас есть хамам, у нас есть сауна, у нас есть жакузи, это все абсолютно бесплатно, и гости, которые к нам приезжают, могут этим пользоваться, и также у нас есть большое меню, как раз-таки все терапевты из Индонезии, из Таиланда, и вы работаем с косметикой Элмис, то есть британская косметика. По поводу спортивных, да, то есть да, спай хотел дополнить, у нас как раз-таки идет дополнительную плату, но сауна, хамам и джакузи абсолютно бесплатно. Вот, спортивный зал, спортивный центр, то есть у нас есть закрытый скондиционер, где мы используем техно-джим оборудование, знаете, это топовое итальянское оборудование для спортзалов, во время пандемии мы немножко ограничиваем вход, то есть мы меряем температуру и также до 4-х человек максимум может быть спортзал и одновременно заниматься спортом. Но помимо спортивного зала у нас у нас очень много места на улице, то есть у нас полноценное футбольное поле, у нас есть падл-корты, то есть теннисные корты. Падл-теннис сейчас в Европе в основном набирает очень огромную популярность, да, и поэтому у нас тоже присутствует, поэтому есть инструкторы могут научить показать и содействовать нашим гостям. Бесплатных экскурсий, смотрите, семь дней это одна экскурсия на человека, десять дней это две экскурсии и идет это в прогрессии, то есть чем больше гости отдыхают, тем больше у них экскурсий включено в их проживание. Есть у нас водный спортцентр, то есть немоторизированные виды спорта, каяки, снорклинг и так далее, это все бесплатно, моторизированные виды спорта за отдельную плату, но гости всегда могут воспользоваться нашими экскурсиями, которые включены в концепт лаксон клюзив бесплатно. Да, различные виды спорта, то есть виндсерфинг у нас есть. По поводу предложений, то есть на данный момент в октябре у нас идет 30-ти процентная скидка, скидка у нас тоже мы упростили все формали, то есть у нас скидки также распространяется на доплату за доп. людей. После октября, после 30-ти процентной скидки, в ноябре и до конца года у нас действует санэскейп, это 20% скидка, плюс во время пандемии, то есть на данный момент до конца года у нас действуют гибкие системы отмены, то есть до 23-го декабря у нас за 3 дня можно отменить резервацию и за 10 дней можно оплатить саму резервацию. На пик сезон с 24-го декабря по 9-го января у нас мы немножко подвинулись, у нас были более жесткие, так скажем, системы отмены, то есть нужно оплатить все бронирование до 30-го ноября. Вот. До этого было 1-го ноября, поэтому на целый месяц подвинулись, но в принципе мы мониторим всю ситуацию в мире и подстраиваемся под реалии нашего мира, так скажем. Вот. По поводу что мы делали, потому что гости очень часто спрашивают, гости, партнеры, что вы делали во время пандемии, то есть у нас большая часть команды осталась на острове, а мы улучшили пляж, да, то есть вы знаете, мансоны гуляют, да, то есть полгода с одной стороны ветер, волны полгода с другой, и поэтому пляж иногда вымывает. Вот, я хочу вам показать это фотография после, то есть с левой стороны в углу это пляжные виллы, справа и внизу это beach club наш, да, то есть так это выглядит сейчас, а вот для сравнения так он выглядел до этого, то есть до, точнее после и до, вот. Также что мы сделали, мы сделали спайси гарден, то есть наш шеф-повар Альдо вместе с нашим садовником разработал такой спайси гарден, то есть где у нас растут различные фрукты, овощи, спайси, да, и мы делаем сюда как раз таки гарден тур и можно потом это все используют при приготовлении еды и также наш шеф-повар использует все это, это из новшеств, да, то есть какие еще фишечки у нас есть, я оставил ценник для вас, чтобы у вас была примерная картинка, то есть это так называемый вау-эффект, то есть сейчас, знаете, очень модно стало заказывать завтрак виллу, это за дополнительную плату и на данный момент это стоит 150 долларов, там, не включая налоги и сервис чарж, да, но это subject to change, знаете, то есть цены могут поменяться, вот, это один способ вау, то есть можно также сделать ужин на пляже, да, то есть вот с такими красивыми декорациями, можно сделать барбекю на пляже, тоже эта опция доступна, а за доплату можно вот такой красивый ужин сделать, когда у вас будет ваш собственный сомелье, рекомендовать из нашей обширной винной карт, какие-то напитки, вина, да, то есть шампанское и плюс как раз таки у вас будет свой личный батлер и повар. Да, то есть можно сандаун целибрейшн сделать с различными снэками, то есть разные вариации, как можно провести, и если у кого-то какие-то специальные даты, да, то есть anniversary, либо там honeymoon, либо молодожены, либо свадебной церемонии у нас также есть, и все это можно делать на пляже, на нашем красивом. Вот, романтический сетап, да, вот такой тоже можно сделать за буквально небольшую доплату. Также что у нас вот из новинок, у нас есть Cinema Beach, да, это тоже доплата, можно посмотреть на закате, прекрасный фильм с шампанским, это тоже за дополнительную плату с различными знаками, мороженым, пивом и так далее. По поводу безопасности, то есть что мы сделали, у нас в основном ресторане Аква, то есть появились вот такие вот экраны, которые как раз-таки сохраняют, да, то есть безопасность для наших гостей, то есть у нас во всех ресторанах меряется температура, да, когда гости туда приходят, плюс когда гости приезжают, мы для всех бесплатно абсолютно делаем рэпид тест, да, то есть на коронавирус, то есть чтобы во время заезда также можно было проверить еще раз, то есть есть ли что-то или нет, да, то есть также можно тест сдать при выезде, стоит он 185 долларов на человека, то есть никуда ехать не нужно, у нас есть свой личный врач, который приходит, берет тест и в течение там суток все это отвозится на Мале и привозится абсолютно бесплатно, да, то есть ну трансферы уже включен в эту стоимость, 185 долларов на человека, вот, также во время пандемии мы разработали специальное приложение для Apple Store, для Google Store, то есть для Android и для iOS, поэтому можно это все скачать, в этом приложении можно смотреть расписание, меню, что где когда открыто, какие экскурсии происходят, можно делать онлайн бронирование, то есть опять-таки для безопасности гостей, также сейчас мы все чекины, все заезды делаем сразу, мы практически всех размещаем непосредственно в Вилле, чекин происходит в самой Вилле, да, то есть опять-таки чтобы минимизировать контакт и соблюдать социальную дистанцию, вот, также при выезде, как я в начале презентации говорил, у нас есть сейчас специальная акция до конца года, то есть на все поздние вылезли, если вы приехали, прилетели на гидросамолете и у вас поздний выезд после 8 часов, то вы можете использовать лейтчекаут и наш VIP-лаунч. Смотрите, если тест окажется положительным, да, непосредственно в самом резорте, да, то мы у нас есть специальные виллы, которые определены как изолирующие виллы, да, то есть если болезнь протекает не в тяжелой стадии, да, то мы как раз-таки гости продолжают также отдыхать, но опять-таки они не ходят во все рестораны, то есть они находятся в своей вилле, они могут купаться, вся еда им доставляется непосредственно виллу, также у нас виллах есть различные санитайзеры, средства защиты, так же как и во всех ресторанах и так далее, да, то есть и везде у нас ограниченное количество человек, вот, то есть если это не тяжелое протекание болезней, то они также могут оставаться на курорте и отдыхать, если болезнь протекает в тяжелой стадии, то мы перемещаем гостей непосредственно в больницу, чтобы за ними наблюдали уже специалисты, да, то есть медики, вот, но мы всем всегда обязательно рекомендуем в данный момент, в данной ситуации всегда брать страховку, которая покрывает ковид, вот, это вот по поводу safety regulations, так скажем, вот, дальше у нас идет описание Deluxe All-Inclusive, да, я повторюсь, то есть у нас включены все четыре ресторана, один из них All-Day Dunning, три ресторана а-ля карт, плюс у нас включены два бара, включен мини-бар в каждой вилле и экскурсия, если гости приезжают на семь дней, это одна экскурсия, десять дней, две экскурсии и так далее, да, вот, здесь как раз идет у нас описание All-Inclusive, когда открыты рестораны, какая еда, но я в принципе все это рассказал, поэтому так для общей справки, вот, моя презентация подошла к концу, да, я вам сейчас еще хочу показать видео, которое будет заключающее и подытожит все то, о чем я рассказывал. Спасибо. 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 Да, я вот поделился своими контактами, то здесь мой мобиль, телефон, e-mail и веб-сайт непосредственно Эмиральда. Коллеги, всем большое спасибо, надеюсь, было интересно, если есть какие-то вопросы, обращайтесь, спасибо большое Profit Travel, спасибо большое нашим партнерам близ Мальдивс, все было очень круто, здорово, всех ждем, я посоветую всем не бояться летать, вот, сейчас все меры предосторожности сделаны, и Мальдивы сейчас на данный момент являются, наверное, одним из самых безопасных направлений для туризма, поэтому всем большое спасибо. Еще раз вспомнила Эмиральд, потому что в Эмиральде я была как раз в марте месяце, я переехала на Мальдивы 7 марта, и 11 марта я поехала смотреть отели, 13 марта я была уже в Эмиральде, и 14 марта нас закрыли на карантин Мальдивы, а у нас еще впереди было три отеля, и вы представляете, мы не можем выехать с Эмиральды никуда. Ну, неплохое такое место, почти. Да, мы не можем выехать, у нас группа из Казахстана агентов, вот, наших партнеров, и мы буквально до 12 ночи решали, там на следующий был отель Фуровери, и мы решали с Эмиральдом с Фуровери вообще как быть, потому что Фуровери нас не принимает, нас никто не принимает, потому что вступили новые законы, нельзя перемещаться между островами, только в аэропорт, из аэропорта никуда, поэтому джем Эмиральда был очень великодушен и оставил нас еще всю группу на 4 дня, до того, пока наш рекламный тур не закончился, и мы по полной испытали Эмиральд, я обошла Эмиральд несколько раз, вы же знаете, для наших гостей очень важный для нашей категории клиентов пляж, и когда вот вы сейчас показываете пляж, мне было тоже интересно, сейчас у нас гости там отдыхают, тоже высылают нам фотографии пляжа, и вот это, да, момент возле Бич Клаба был, конечно, очень печальный, на март месяц, да, не забывайте, коллеги, что все-таки на Мальдивах есть миграция песка, эрозия, все это зависит от мусонов, от течения, это два раза в год, в мае и в сентябре все это двигается, в этом году у нас один пляж напротив одной виллы, в другом году будет другой пляж, поэтому многие отели строят волнорезы, чтобы пляж не размывала, если у них есть такая возможность природная, да, понимаем, есть много моментов, которые иногда не зависят от отеля, а зависят только от природы, от этих характеристик, которые окружают тот или иной остров, и я помню, что лучший пляж у нас был как раз-таки возле Family Beach Village и возле ресторана Aqua на тот момент в марте, потому что возле Beach Club было вот, как вы показали, и самое лучшее место возле Beach Club это было ближе к водным виллам, и, кстати, сейчас стало намного зеленее, чем на видео, я посмотрела, сейчас остров очень озеленился, там погуще растительность возле... Да, да, я просто вот... Аплодисменты назад, наверное, да, все намного зеленее, красивее, все у нас подделение, так скажем. Так небольшой апдейт, плюс по вечерам кормят акулу причала, не помню, вы упомянули или нет, может, я пропустила этот момент, тоже очень интересное, эмоционально захватывающее вообще событие для многих, и, конечно же, каждый вечер, как можно сделать путешествие вокруг острова на каякинге, это тоже все бесплатно, я думаю, Андрей вам все это сказал. Вот, просто я делюсь своими впечатлениями по Эмиральду, нам очень понравилось, и что немаловажно, вечером нам понравилось, что есть активность на острове, и диджей играет очень классную музыку, причем диджей адаптирует музыку под категории клиентов. Вечером выходили на территорию бара ребята из Польши, если я не ошибаюсь, вот из Казахстана коллеги, из России было очень много гостей, и даже с Индией и диджей миксовал самые известные, популярные треки из этих стран, и было, конечно же, приятно для всех получить что-то какое-то свое, что отзывалось внутри, свои какие-то известные, популярные треки. По сервису у нас тоже не возникло никаких проблем, все относились, даже независимо от того, что мы агенты или нет, мы просто наблюдали со стороны, как происходят отношения, к нам подходили, потому что туристы, и мы у них спрашивали, как вам в Эмиральде, как партизаны, мы же должны были знать всю подноготную вашего отеля, это наша работа, вы понимаете, надеюсь, не обижаетесь. И отель нам, не отель, а туристы, которые и с детьми, и пары просто были, они отдыхали, и даже была такая ситуация, приехала пара уже, где-то в возрасте, супруга была беременна, и она забыла лекарство, и я помню, мы с коллегой вашим, Антоном, если я не ошибаюсь, русскоязычный у вас есть. Да, мы с ним подключились, нашли им лекарство, на следующий день привезли, они просто забыли случайно свои лекарства, которые необходимы были, отель быстро отреагировал, был на связи, дал WhatsApp сразу, ну, чтобы, например, если у них плохо, у них было плохо просто с английским языком, дали напрямую WhatsApp Антона, они связались, поэтому в этом плане здесь было очень комфортно, с каждым можно было всегда поговорить, подсказать, сервис был ненавязчивый, и даже то, что это all-inclusive, если многие пугаются на Мальдивах, что all-inclusive нет, он все портит, я такого сказать не могу, каждый раз было вкусно, интересно, мы ели во всех четырех ресторанах, конечно же, во всех мы поели, в аква-вилла мы поели все и завтраки, и обеды, и ужины, мы все попробовали, все варианты увидели, поэтому нам действительно понравилось, единственное, вот у нас был только момент по пляжу в тот период, но сейчас его устранили, и я думаю, сейчас просто там все будет отлично, самое главное, чтобы вы доносили гостям, клиентам о том, что изменилось, как изменилась система приема пищи, и система пребывания на острове, ввиду ковидных правил, потому что, ну, вы понимаете, что некоторые вещи, которые люди, например, ездившие на all-inclusive, привыкшие получать на all-inclusive, сейчас они нигде такой all-inclusive не получат, ни в Турции, ни на Мальдивах, это очень важно предупреждать, об этом заранее, и мы направляем всегда протокол безопасности от отелей, который нам они направляют, где они прописывают обо всех нюансах, об этом я прошу каждый раз информировать ваших гостей, ну, клиентов, гостей отеля и наших гостей, чтобы, знаете, у клиента по прилету не было неприятных эмоций, чтобы он не начинал свой отдых к тому, к чему он не был готов, да, например, когда ему сказали, что нельзя подходить на шведскую линию и брать самому, а он хочет сам, говорят. Мы там не установили, на самом деле, чтобы никто не мог убрать, и все происходило порционно, так скажем, то есть сам шеф уже сервирует. Да, 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 поэтому здесь, друзья, надо вот на сегодняшний день максимально объединиться, максимально сделать информирование всех наших клиентов, чтобы у нас в последующем не было негативных отзывов и недопонимания, выше, тем более в такое время, когда все хотят, наоборот, отдохнуть от того, что было и разгрузить, сделать эмоциональную разгрузку, получить положительную энергию, поэтому Мальдивы, так как признано, самое безопасное место на сегодняшний день в мире, welcome, и please, Maldives, и наши партнеры отеля Emerald всегда будут вас принимать любимых, единственных, лучших гостей, и помогать решать ваши сложности, которые у вас могут возникать, например, при консультации ваших туристов. Поэтому спасибо большое, если вопросов к близ Мальдивсту, либо к Андрею нет, я с вами прощаюсь, я вроде бы не вижу. Да, по-моему, на все ответили. Спасибо всем большое, было очень приятно. Желаю вам хороших продаж, не унывайте, все будет хорошо, и не забывайте, что в Мальдивы самое безопасное место. Да, конечно. Спасибо, Андрей. Всем доброго дня и успешных продаж, чтобы никто из вас не болел от того, как вы видите, слышите. Я не успела приехать в Россию, я уже здесь простыла. Вернуться бы быстрее бы на Мальдивы. Вот. Спасибо. По поводу розыгрыша пишут. Смотрите, мы, в принципе, очень открыты для агентов, если кто-то хочет приехать. Ваучер на данный момент мы не раздаем, да, то есть, но если кто-то хочет приехать, то мы, в принципе, все очень открыты, можете контактировать в Близ Мальдиве, если бы нас. Мы, в принципе, всегда всем рады, тем более отель новый, мы всем стараемся показать. Вот. Поэтому пока так. Да, и отели очень часто идут на встречу, они дают агентские тарифы для специалистов, агентов. Агентские тарифы и ночи дают многие отели, исходя из того, какие продажи делает агент. Обращайтесь, и всегда договоримся. Да. Спасибо всем. Пока-пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока-пока. До свидания. Продолжение следует...